Как жалко, что у нас нет кисточек от Геворга, что вот это, это все, подержи, пожалуйста, вот это тоже, ну все, не подходит, наконец-то нам Геворг, да, в мусор, наконец-то нам Геворг прислал, вот, я пошутил, я ничего не выбросил мусор, выбросил, и вот наконец Геворг нам прислал кисти, которые мы никогда в жизни вообще не трогали никакие кисти от Геворга, вот, 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 у Глеба две штучки, у меня две штучки, не воняли, вот, сейчас будем открывать, делать обзор, так, где-то, привет, и добро пожаловать на канал Вера Полис, ты че думал, что это у тебя будет? Да, это будет у меня, нет, Вера, это у меня, все, все, я поняла, все, Глеб, мы договорились, я бы тогда не затеял это все, я бы тебя одну посадил снимать, все, кисти от Геворга, обзор до канала, Глеб, кто там, интро, А если серьезно, лето подходит к концу, да, к концу, да, Скоро, друзья, в школу, нам тоже, придется вставать в 8 утра, и после такого большого перерыва мы очень рады видеть вас у нас на ютуб канале Кисти от Геворга, что делаешь, открываешь кисти, здесь должна была быть шутка про Евангелион, потому что, ну, оттенки как бы, Похоже, поэтому у меня футболка, видите, тоже, рубашка с евангелион, кисти, карточки, кисти, красивые карточки Спускаемся вниз Ну, подвинься, подожди Да, разложи, карандаш, карандаш У нас такой нердовский столик, Вер, смотри, у нас отмазок Тихо, подожди, что ты мешаешь Так, ну, давай, 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 смотри, смотри, смотри Да, подожди, не торопи, контору Делайте трогать Да здесь нужно положить красиво Жмакай, жмакай, я жду Мы их обнажаем Да, мы делать будем это на все кисти Тихо, где-нибудь Тихо, где-нибудь Тихо, где-нибудь Тихо, там застряло Тихо, застряло Вот здесь вот Подними, подними Вот, здесь у нее ворчинки застряли Не-не, Нэшочки, не бежим Приключаемся наверх Ребят, что мы сейчас наделали? Верни кисточки, верни кисточки Тут, если что, очень большое количество всяких разных карточек Картофик Картофик, очень много их разных У нас уже целая коллекция Теперь они будут жарко У нас где? Правильно, в столе Снова пополнение коллекции Здесь, на самом деле, не видно Можно будет волны играть Подожди, тут как бы еще мой набор Из чего он состоит? Будем читать Самая большая из набора фиолетовых кисточек Это Дива Крупная кисть С мягчайшим ворсом, созданная для быстрого и легкого нанесения сухих текстур Едем дальше Поменьше ее сестричка Флаффи Встречай, полноразмерная красотка для сухих текстур Идеально для точного нанесения пудры И румян на лице Дальше идет моя прелесть Ее зовут Сия Точечная коррекция Благодаря специальной сборке Кисти Сия Поможет нанести глиттер Боже, вот это хорошо И, наконец, мини Мини Оформить нижний век легко дымкой Подсветить угол глаза хайлайтером Мини сделает из тебя Это то, что я хотел нарисовать у Веры на лице Переходим Будешь рисовать на моем лице? Да, да, да Нет Нет Я буду Не денется Не будешь Нет Нет Нет, я не буду Эйнджел Мабличка, сделай для того, чтобы придать макияжу витяную форму Сама по себе форма кисти задает красивое уголок Поэтому все, что тебе остается Закончил Заслаждаться процессом нанесения С этой закончил Эмбер Боже, здесь срочно нужна шутка про Да была уже Эмбер Да, серьезно? Да А, она реворкнутая просто Я тупой Я... Острый, как нож стрелки Или необычный, как крылья тучей мыши Выбирай только тебе Все становится тебе делать Эта кисть Ща, ща, ща Ща, ща Да ее даже не будет видно Подожди, не-не-не-не Апи Хуч Классо Давайте угадаем Какие кисти будут в наборе у меня Вау, тут то же самое Ползи, ползи 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 Он спит Маникюр я, кстати, вон я себе сделал Ааа, в цвет В цвет Кистей Ног Не, как Где ты показался Я не понимаю Так, еще зеленый Не порти мне СМР 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 Не бросай Тихо Смирай Тихо Замечательно Вот такие у меня кисти представлены сегодня в наборе Давайте я их сейчас вам все назову СМР Дива Дива Флаффи Миньи Сия Эмбер Дарси Дива Флаффи Миньи Сия Эмбер Дива Эмбер Дарси Эмбер Дима! Дима! Это было не громче. Дима! Флаффи! Носу. Си! Мини! А тебе как было? Давай. ХУ! Поэтому мне и забрали монетизацию, Верочка. Ну нет, надо, ну её просто нет. Да у тебя одного забрали. Так, и у нас ещё есть... У нас есть кисть для губ. Я прям так её буду красить. Для кружочков. Дворк всё продумал. Мы теперь можем делать орнамент-точечный аквагрим в парке деткам. Вернёмся к вам после небольшой рекламы. То, о чём не узнает никто кроме вас. Тайна покрытая мраком. Домик Полис. А вот мы вернулись с рекламной паузы и приступаем наконец-таки к нашему небольшому незатейливому макияжу. Ладно, не буду я тебя красть. Мы неудобно сидим. Если хотите, чтобы мы накрасили Веру Полис, мы ждём здесь как минимум 50, а может и 100 лайков. Я не знаю, если это видео наберёт больше 20 просмотров. Тысяч. Да-да, Вер. Да-да. Я даже не знаю, что это такое. Как этим пользоваться-то вообще? Я ничего не спрятала. Чёлка-то всё равно торчит. Я прячу то-то, что мне мешает. Вот это мешает. Прячешься? Шкеришься? Смотрите, как умно. Смотрите, как умно. Смотрите, как умно. Смотрите. Один, кстати говоря, спонж — это... Куриное вредит вашему здоровью. Это Деко. Второй спонж — это от ProKistin. Удивительно. Можно я тебя попшуку? А ты... Ааааа. Это видео спонсировано, битюбомбым? Нет, но следующее, наверное, будет. У меня на канале. Ой, как его много. и быстро-быстро-быстро-быстро наносим, 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 наносим. Мы поделимся с тобой нашим прошедшим летом или сделаем из этого отдельный видеоролик? Скажи. Во-первых, начнём с того, что... Мы переработали. У нас было очень интересное начало лета. У нас были продуктивных три месяца, если что. Ну как-то, ну активнее всего мы готовились именно к июню? Нет, Глеб, активнее всего мы начали готовиться с мая. Мы сначала делали мне костюм, потом параллельно с этим я делала Глеб костюм. Глебу я делала костюм. Потом мы делали Глебу Вера, потом Глеб шил мне охеренно огромную юбку. Вот эту. Как вспомню, сразу страшно становится просто. Вот, и после этого мы такие, ой, ну большое шоу прошло, можем отдохнуть. Нет! Я сказал нет! И решил делать большой и полноценный Байлеск номер. Параллельно с этим вышел четвертый сезон Стрэнджи Финкс. Он нам, кстати, очень, говоря, помог. Да, я потом пересмотрела весь сериал заново, пока расписывала Глебу костюм. Также пишите в комментарии, если вы сидите в нашем телеграм-канале и хотите, чтобы я эксклюзивно для него выложил наше выступление туда полностью. Тем временем я наношу тональный крем исключительно на ту зону, где у меня нету волосков. Вообще это неправильно и так делать не стоит при мужском макияже, но мне так хочется. А вообще, друзья, я более чем уверен, что на этот канал могут заглянуть люди, которые не совсем понимают, зачем молодому человеку вообще нужно краситься. Такие люди у нас не в фаворе на канале, но давайте вернемся в 80-е и 90-е годы, советской России или... Для чего мы это делаем? Собственно, для чего это и я делаю. Я, например, в жизни не крашусь почти. Я крашусь в жизни только на какие-то мероприятия. Я тоже уж подавно. И чаще всего только на какие-то супер важные мероприятия, потому что... Почему ты используешь эту кисточку небольшую? Не знаю, мне что-то маленькую захотелось, она более точечная. Я решил попробовать большой. Я крашусь супер редко, на каждый день я не крашусь уже давно, потому что я могу дома накраситься красиво, пофоткаться и все. А для чего мы красимся в данный момент? Чтобы попробовать кисти, потому что мы делаем обзор на кисти небольшой. А Глеб красится для того, чтобы сделать обзор на кисти, да? Я крашусь для того, чтобы сделать обзор на кисти. Дополнительно Глеб к этому красится иногда, чтобы выложить какие-то соцсети свои кисточки. И, конечно же, набить руку для выступлений. Да, но... Потому что если ты не будешь ничего делать, будешь краситься как урод. Это понятно. Тот факт, что мужчина красится, вполне адекватен. Потому что, начиная с 80-х или даже раньше, когда в России появилось телевидение, всегда существовали пудреницы или телегримеры. И когда вы видите молодого человека в кадре на государственном или другом телеканале... Он накрашен. Всегда. У него всегда есть косметика на лице, поэтому... Ее там много. Мальчики тоже должны выглядеть опрятно. У меня сегодня будет база. Боже, чуть не уронил палетку. Кстати, а я не знаю, очень мало мальчиков, которые красятся в соцсетях, которые ходят с мейком каждый день. Георг. Видно? Видно? Битюбомбская палетка принцесс эльф. Эльф принцесс, неважно. Принцесс эльф, 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 эльф. Возьму я, значит, малышку. Боже, спасибо, что наконец... Ну, алло, она не подписана. Спасибо, Георг, теперь гораздо удобнее. Беру малышку Мини. Да, кстати. Нет, нет, не малышку Мини. Начну я с Эйнджел, который поможет мне с уголками глаз. Ну, я пока просто краю все. Просто краю все. Мы немножко затемним века, потому что, как вы знаете, у мужского черепа... Надвубровная дуга и так всегда низко. И у многих молодых людей глаза очень глубоко посажены, поэтому не всем такая штука подойдет. Мне на самом деле тоже. Я не знаю, зачем я это делаю. Что? Это ведь неправильно. Что? Ну, как учили нас гримеры-визажисты в цирке, вот что я сейчас делаю для мужчин на сцену. Этого более чем достаточно. Ну, так же, как бы, смотря... Вот, типа, вот так. Смотря, чего надо добиться. Посмотри. Вот так все. Это все. Ну, да. Ну, поярче, понятно. Естественно, для вас сцены нужно поярче, но мне эта сцена сегодня ни к чему. Поэтому у меня будет, считай, что база, просто которая чуть-чуть будет где-то вот растушевана, которую просто так не заметить. А я прорисовываю брови, которых у меня очень давно не будет. Кстати, если вы не заметили, на мне теперь есть брови. Они появились на мне случайно, когда я готовился к первому Бойлеск-номеру в июле. Он просто так много шил мне костюм и себе костюм. Что ничего не снимал и не тратился. Нет, что просто забыл, что такое брить брови. Да. Собственно, как и... В принципе, бриться. Теперь они есть. Надеюсь, ненадолго, а может, надолго, а может, навсегда. Очень нравятся. Слушай, они две такие замечательные, прям суперские. Моя все равно любимая-то вот-вот-вот эта. Я не могу, она офигенная. Ей очень удобно рисовать подводку, потому что я очень люблю рисовать подводку маленькой кисточкой. А я еще себе в Петербурге купила какую-то маленькую кисть для... Ногтей, но на самом деле она идеально подойдет для каких-то маленьких элементов. Сейчас покажу, потому что она какая-то конченая. Хорошо, я использую сию для того, чтобы подвести нижнее веко совсем-совсем чуть-чуть. При этом использую довольно темно-коричневый, а он здесь почему-то не отобраться, не отпечатан. Короче, в цирке у лизажиста, который там работает, у лизажистки, есть очень крутая креоландская кисть для подводки. Она маленькая и скошенная. Я очень хотела себе такую же, но все разы, что я была в Креолане, я ее там ни разу не видела и забывала о ней. Ну, тут я нашла такую на опрашке в магазе с украшениями. И она, я не знаю для чего она, но я не знаю, будет ли ее там вообще видно. Короче, она супер маленькая и супер скошенная, она очень маленькая. Но пока мы ее привозили, она в вещах сломалась, поэтому она теперь подчиненная. Жертва. Да, у меня две кисточки жертвы. Кисть вот эта новая, и кисть от Георга для губ тоже новая. Спасибо, она до сих пор все еще... Погрызанная собакой. Да, немножечко коцаная. Я не знаю, заметили ли еще что-то у меня вообще на глазах, но... Мы чуть-чуть оживили взгляд. И уронили... Консилер. Как консилер? Консилер. Ты хочешь что-нибудь оченьенько? Нет, у меня ее достаточно, поэтому я возьму теперь кисть флаффи и возьму какой-нибудь интересный оттенок. Мне очень понравилась новая палетка от Революсион. Именно эту палетку я рекламировал в нашем последнем интервью в журнале Вандерзин, в его электронной версии. Является инагентом. А Вера там рассказывала про кломбо, поэтому если у вас есть платная подписка на Вандерзин онлайн, то заходите, читайте. А Вандерзин или Вандерзин? Я говорю Зин, потому что Зин. Я говорю Зин. Вообще Вандерзин, наверное. Из нее я возьму вот какой-нибудь, наверное, шиммерный оттенок для тети плоты. Или не деть плоты. Да, так сказать, для тети. Для теплоты. Посмотрим такой, я не знаю их название. Вообще нифига. Так. Я знаю, мне лень. Правый нижний, самый правый нижний. Там 1, 2, 3, 4, 5. Там нет названия. Класс, спасибо большое. А нет названия у нее, потому что это лимитка нового года. Какого года? Прошлого, по-моему? Нет, наверное, этого. Которого розового было, да. Мне кажется, я переборщил. Я делала небольшое затемнение. Если я переборщил, то мы это просто переводим все в дрейпинг. И у нас создается ощущение, что я просто пережарился на солнце. Этим летом я впервые попробовал автозагар. Штука прикольная, но странная. Потому что через неделю я был весь в пятнах. Я знаю, почему ты был весь в пятнах. Загорайте сами. Не потому что ты плохо проскрепился, а потому что у тебя были части костюма, из-за которых, скорее всего, у тебя подсмылось. Где я протела больше, и потом, естественно, да. Поэтому у тебя вот здесь вот, вот здесь вот, где солнечное сплетение, было пятно. А вот здесь ничего не было, потому что у тебя здесь был костюм. Мне кажется, это из-за того, что даже типа 10 минут в нем ходил, у тебя все равно пот немножко выступил, и из-за этого начало смываться чуть ли не в некоторых местах. Так, я немножко подзатемнила, теперь хочу добавить цвета. Тут добавляют цвет из новой коллекции, типа, это бьюти дача. Бьюти дача. Такая цветная, она называется Summertime. Какой-нибудь, вот, синюшку добавлю в эту жидкую. Но я пока думала. Для бровей я возьму также карандаш от бьюти бомб из коллекции прошлый год. Нет? Это этот. Это же не дача. А, точно, да, да, да. А малышку. Дарси я припасу для следующего раза, где использую ее уже для подводки. На самом деле, еще я сегодня не буду делать что-то очень сложное, потому что после этого мы, скорее всего, пойдем купаться. Заодно и проверим стойкость нашего макияжа. Брови оформили. Можно сделать небольшое отступление к туши. А я пока... Да. Да-да. Поможет мне в этом Сергей Наумов со своей самой волшебной коричневой тушью, которая только существует. Я переборщил. Поэтому. Нет. Мы возьмем простую сухую кисточку, распределим продукт по всем ресничкам. А я добавила цвет, сейчас буду добавлять обратно коричневые оттенки, чтобы смешать граничку, чтобы было красиво и сексуально. Ну и ради развлечения мы добавим немножечко щепоточку хайлайта. Я думала соль. Соды. Соды. Смотрите, как красиво выглядит кисть с зелеными тенями. Чудо чудесное. У уголка глаза добавляем светлого оттенка. Берем кисточку под названием Мини. Я беру синий. Распределяем этот белый в такое легкое облачко. Я добавлю блесточку. И попробуем добавить какой-нибудь цвет. Какой у нас есть цвет, который не жалко и яркий? Да, я возьму синий, а сверху положу хайлайтер. То есть у меня это будет база. Также используя кисть Мини. Уголклак. 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 Какл. Просто с супочкой. Я пока отправляюсь к подводке своей от Джесса. Которая того, в виде, скоро вообще закончится. Конечно же, кисточкой для Арсии. Она вообще прикольная. Ой, все, Вера. У нас сегодня будет название видоса. Макияж эйфория. Макияж на 1 сентября. Макияж на последний сентября. А также, включая предыдущую коллекцию Бетти Бомб БФФ. Привет, предыдущую. Прошлогоднюю, наверное, даже. Я возьму хайлайтер. И использую кисточку от Георгана из другой коллекции. Название сейчас не вспомню, хоть убейте, простите. Я, наверное, никогда не смогу запомнить название кистей Георговской. Ты сейчас альманах откроешь, да? Это экстра. Ну, она так и выглядит, на самом деле. Спасибо, экстра. И прозрачный лип-ойл. Также от Бьюти Бомба. Чтобы ваши губки не сохли во время праздничного мероприятия. Только не видишь, что он не прозрачный. Сейчас будет цвет, да? У тебя сейчас будет цвет? Потому что он в моей помаде. Потому что глазки надо открывать. Проснись! Открывай глаза. Потому что нужно аппликатор чистить. Если вы пропустили, по ссылке, вот сейчас вот в аннотации, будет видеоролик, где, собственно, я совершаю новую прическу. Точнее, мне делают новую прическу, новую стрижку. Первую за 7 лет? 6? Я думаю, где первую нормальную. Все, сейчас я выгляжу как гитарист или барабайщик группы... Вера, как она называлась? Группа называлась, ребята, Дворняги. Вот такой у нас сегодня макияж получился. Спасибо большое кисточкам Георга за это. Спасибо, я не докрасиваюсь. Вера, посмотри, пожалуйста, здесь шутка. Скажи, что добавляешь? Лешк. Машл. Тот же самый, да, с цветным оттенком. У меня все готово. Все очень здорово. Ярко. По-летнему. Хочу немножко гранжевую бобу. Ой. А как они такие темные? Ты их что-то добавлял? Черный блеск. А, черный блеск. Короче, вердикт. Раз, два, три, четыре, пять. Я люблю кисти от Георга. И мое спасение это тоненькая кисть Дарси. Все остальное это просто гениально. Поэтому я их храню в отделе двух багах. Потому что... Они заслуживают такого. Да, они заслуживают такого. Я люблю. Спасибо большое. Набор волшебный. Ну, что такое? Куда ты делаешь здесь? Борезай. Это очень классная кисть Сия. Мне очень понравилась. Мне кажется, ей будет очень круто. Надеюсь, когда-нибудь... На драг образы под брови. Точно. Я еще до нее доберусь обязательно. Специально две банки. Одна для больших кисти, одна для маленьких. Он кладет маленькие кисти. Большие. Надо их тогда по цветам будет вообще потом разделить. Нет, не надо их по цветам разделить. Это уже глупо. Вот где грязные кисти? Надо помыть, Глеб. Мы их помоем. Помоем, помоем. Она очень грязная. Очень грязная. Очень. Помоем. Рассказывайте, как прошло ваше лето. Если вдруг вы по нам соскучились, надеюсь, скоро обязательно будем чаще появляться на горизонте этой социальной сети, этой площадки. Смейная фото. Помашируй. Помашируй. Очень шикарно. Пока. Что ты возьмешь? Возьми тесто. Гадать на короля. Ой-ля-ля. Ой-ля-ля. Лехма. Все. Все. Ох, я ничего. Продолжение следует. nam hose. Ой-ля. Ой-ля-ля. Ой-ля. 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 Продолжение следует...